Ну и предложения должны быть по существу от делового сообщества. То есть на сегодняшний день мы чувствуем, вот когда первый раз собралась рабочая группа, то наш юрист сказал, что вот собрались юристы, друг на друга посмотрели, ну и что будем делать? Потому что нужны импульсы от делового сообщества, сейчас уже более детальные, которые мы вот сейчас как бы, мы пытаемся эти наиболее такие вопросы актуальные сформулировать в национальной платформе бизнеса Беларуси 2011. Вот впервые, вот мы этот документ готовим, скажу, на следующей неделе, мы первичный документ, вот вчера мы собирались допоздна, разработали, вот основные вопросы, разделы, и сейчас запускаем деловое сообщество, мы предлагаем и даже убеждаем каждого предпринимателя прочитать, внести свои предложения, потому что там более конкретные механизмы предлагаются для, в том числе и продвижения идеи директивы. Но это мнение делового сообщества, потому что мнение из кабинета чиновника и мнение из офиса или из цеха предприятия, безусловно, разное. Безусловно, понимание потребности бизнеса больше у кого? У бизнеса, это безусловно. И очень важно, чтобы правительство, да и в любом министерстве, ведомстве, в любом законотворческом органе прислушивались сейчас бизнесу. И вот очень важное положение директивы, что сейчас как бы это обязывают все органы. И государственного контроля, выходить на контакты с бизнес-ассоциациями в Союзе. И, так сказать, те, кто разрабатывает нормативные правовые документы, теснейшие взаимодействия с советами по предпринимательству, с союзами, ассоциациями предпринимателей. В директиве они перечислены конкретно. Минский городсполкум пошел уже по этому пути. Он сейчас создал, включил все союзы, вот создается общественный консультативный совет. Потому что каким органом это все будет разрабатываться? Вот мы сейчас обсуждаем, как это будет работать, состав и так далее. Сегодня в 14 часов в городсполкоме мэр собирает более 200 предпринимателей, то есть всех активных совет и предпринимателей активных, где, значит, опять-таки будет, ну скажем, такой мозговой штурм, как в Минске можно эффективнее реализовать положение директивы. Тоже происходит сегодня во многих регионах нашей страны. Но еще раз говорю, что это не заменит наши работы по подготовке комплексного взгляда самого бизнеса. Уж действия нам никто не мешает, никто не исказит нашу позицию. И нам очень важно очень точно отразить позиции бизнеса, что в этом 2011 году надо сделать нашей стране. Чтобы мы, опираясь на платформу, входили в правительственные кабинеты с консолидированным мнением. Не мнением Корягина, не мнением Калинина или, так сказать, Стрельцова, так сказать, а мнением консолидированного делового сообщества. Наша роль при этом не собственные идеи высказывать, а доносить мнение предпринимателей с аргументами, расчетами, доказательной базой. Тогда это легче проходит. Осталось совсем мало времени. Хочется последний вопрос вам задать. Скажите, вот треть месяца осталось на подготовку плана мероприятий по реализации директивы. Имеет смысл еще предпринимателям обращаться с какой-то инициативой, с какими-то предложениями? Да, конечно. Они еще могут туда попасть? Они могут туда попасть. Направляйте их в союзы, в ассоциации. Я еще раз напомню, телефон горячей линии вам продиктует те почтовые ящики. Мы это вносим во все рабочие группы. Это горячая линия 8029-3999-775. Это горячая линия Минского столичного союза предпринимателей-работодателей. Но мы договорились, что со всеми региональными бизнес-ассоциациями и в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и других городах, и в центрах поддержки эти телефоны также есть. Есть ряд почтовых ящиков, куда можно направить свои письменные, желательно письменные аналитику. И мы это дают правительство. Кроме того, именно сейчас комитет по платформе, мы за февраль объедем все регионы. Вот мы встретимся, я знаю, третьего мы встречаемся в Смолевичах с предпринимателями. Вот, Смолевич сегодня договорились с администрацией. Вот, и в Витебске, и в Бресте. Мы будем вживую обсуждать. Мы разместим, в том числе на Тутбайе будут эти материалы, проекты. Эти проекты должны быть хорошо отработаны. И 2 марта у нас состоится в гостинице «Виктория» ассамблея деловых кругов Белоруссии, где мы детально рассмотрим наши системные предложения по развитию деловой среды и бизнеса уже вот сейчас, в этом 2011 году. Именно мнение бизнеса, которое может быть учтено при подготовке всей суммы тех нормативных актов, о которых мы говорим. Должна быть выработана консолидированная позиция. Никто здесь не имеет права на доминирование. Нам помогают аналитики, и аналитический центр «Стратегия», и институт, и исследовательский центр «ИПМ», и целый ряд других мы пригласили участвовать. Вузы, университеты, отдельные специалисты. Мы приглашаем всех к сотрудничеству. Вот, так что включайтесь в работу, если вам действительно важно будущее предпринимательства в Белоруссии. Напомню, что в гостях у нас был председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Корягин. Я, Андрей Каравайко, вернусь в начале следующего часа. Продолжим обсуждать директиву номер 4. Оставайтесь тут.